Родные убитого пастуха в Алматинской области требуют справедливого наказания для виновных. Несколько дней назад тело 40-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями обнаружили в селе Каракостек. Тогда же по делу задержали подозреваемого. Однако, по словам родных умершего, к зверской расправе причастны еще несколько человек, которые на свободе. Все подробности этого резонансного дела выясняла Аделя Бжаркенова. Инвалид второй группы Нурсултан Усибханулы, несмотря на недуг, работал пастухом. Последний раз многодетного отца видели 11 июня. Он вышел из дома и не вернулся. К вечеру бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями в области груди нашли его братья и полицейские в нескольких метрах от села Каракостек. По предварительной версии, это убийство. Сегодня в этом доме проходят похороны Нурсултана Усибханула. У него осталось пятеро детей. Самой старшей дочери сейчас 14 лет, а самому младшему ребенку всего три месяца. Единственное требование родственников убитого к правоохранительным органам, чтобы виновные понесли справедливое наказание. Как рассказывают родные, виноваты в преступлении несколько человек, проживающих в том же ауле. Якобы они после убийства перевели себе около двух миллионов тенге с банковского счета Нурсултана Усибханула. Его убили люди, которые знали его, которые рядом также пасли скот. Чтобы нажиться, убили моего брата и бросили у дороги. Подозреваемого полицейские сразу установили по денежным переводам. Возможно, он был не один. Я точно не могу сказать. Мы думаем, что один человек не мог такое провернуть. Есть пару человек с нашего села, которые раньше пытались вымогать деньги у мужа. Иной раз пару тысяч попросят. Он им давал. Относился как к младшим братьям. Они и убили Нурсултана. Пусть понесут заслуженное наказание. Пока по уголовному делу проходит только один подозреваемый, сообщили в областном департаменте полиции. Все необходимые следственные мероприятия только предстоит провести. Данный факт зарегистрирован в ИРБ районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99-й части 1-й уголовной продукции Республики Казахстан, то есть убийства. В ходе оперативно-радостных мероприятий сотрудниками полиции незамедлительно был установлен и задержан подозреваемый гражданинка 2004 года рождения. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Сейчас 19-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе Жамбулского района. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Аделья Кжаркенова, Ернат Булатбек, телеканал Алматы, Алматинская область.